Привет, я адвокат Олег Лукьянчиков и в этом видео вы узнаете ответы на два вопроса. Вопрос номер один. Является ли обязательная вакцинация законной? И вопрос номер два. Обязательная вакцинация для представителей отдельных профессий, учителей, госслужащих, это дискриминация или нет? Отвечая на первый вопрос о законности обязательной вакцинации, нужно сказать следующее. В Украине еще в 2000 году был принят закон о защите населения от инфекционных заболеваний. В этом законе есть 12-я статья, которая предусматривает следующее. Профилактические прививки против дифтерии, кори, коклюша, полиамилита, столбняка и туберкулеза являются обязательными и вносятся в календарь прививок. Что это значит? Это значит, что если вы родились в этой стране, то для вас будет сформирован календарь прививок и там будет указано, в каком возрасте, когда вы должны сделать прививку от вышеперечисленных заболеваний. Но для нас главная мысль не эта. Главное то, что в нашей стране с 2000 года действует закон, который предусматривает, что есть определенные типы заболеваний, прививки против которых являются обязательными. И чтобы вы не думали, что это какой-то вселенский заговор и там поменяли законодательство под историю с коронавирусом, нет. Данная статья не менялась с 2012 года, то есть задолго до наступления пандемии. Еще раз, прививки против определенных инфекций были в Украине обязательными задолго до появления коронавируса. И обратите внимание, до истории с пандемией особенно никто из нас не поднимал вопрос о конституционности этого закона. Мы делали прививки и возможно, возможно, именно благодаря этому, благодаря обязательности этих прививок, вы сейчас смотрите это видео, а я его записываю. Конечно же у нас возникает вопрос, а не является ли такая норма ограничением наших прав? Не является ли эта норма вмешательством в нашу жизнь, в наше здоровье? И безусловно, ответ мы получим положительный. Да, эта норма ограничивает наши права. Да, государство вмешивается в нашу жизнь. Да, государство решает, что нам делать с нашим здоровьем. Но вот в чем фишка. Государство это делает постоянно. Государство постоянно нас ограничивает в каких-то правах. И более того, мы не возмущаемся этому. И более того, считаем это правильным. В каких это случаях? Ну, допустим, управление автомобилем. Вы можете управлять автомобилем? Нет, не можете. До тех пор, пока разрешение на управление автомобилем вам не даст государство, вы не имеете права управлять автомобилем. Даже если он у вас есть в собственности. Но вот в чем вопрос. А почему же никто из тех, кто является антивакцинатором, не кричит, что это ущемление прав? Что каждый может управлять автомобилем? Нет? Да, у вас таких мыслей нет. Почему? Потому что каждый разумный человек понимает, что для того, чтобы человек мог управлять автомобилем, он должен как минимум уметь это делать. Он должен знать еще и правила дорожного движения. Почему? Потому что здесь от его действий зависит безопасность каждого из нас. И именно поэтому мы не возмущаемся тем фактом, чтобы для того, чтобы управлять автомобилем, ты должен пойти, пройти курсы, да, и сдать экзамен, и получить, как мы говорим, права. Получить водительское удостоверение. И абсолютно это у нас не вызывает никакой буря эмоций. Так почему же история с вакцинированием вызывает у нас бурю эмоций, и мы сразу кричим о нарушении наших прав? Ведь здесь ситуация та же самая. Здесь мы говорим о общественной безопасности. И человек, который не привит, ну, с точки зрения государства, является опасным для общества. И для того, чтобы победить коронавирус, наверное, как и любой другой вирус, да, нам нужно выработать коллективный иммунитет. А для этого нужно вакцинироваться. Вот и все. Схема та же самая. Мы ограничиваем в правах конкретного человека для того, чтобы получить некое благо для всего общества. Что же касается соответствия такого ограничения в правах Конституции, то можно сказать следующее, что оно тоже соответствует. Потому что, в принципе, Конституция дозволяет, разрешает государству ограничивать людей в правах в тех случаях, когда это происходит в интересах общества. И есть масса законов, масса примеров, когда государство ограничивает нас в наших правах, требует то, чего оно как бы не может требовать, но делает это лишь в тех условиях, когда это необходимо в интересах общества. Что же касается мировой практики, то здесь нужно понимать следующее. Есть решение суда, Европейского суда по правам человека, которое подтверждает право государства вводить обязательное вакцинирование, вводить вот эти самые профилактические прививки. И это не единичное решение суда, это, по сути, уже устоявшаяся практика, когда Европейский суд по правам человека говорит о том, что государство имеет право ограничить человека в его правах и в том числе предусмотреть обязательные профилактические прививки. Так что, друзья, с точки зрения закона здесь все нормально, государство реализовывает те права, которые у него действительно есть. И в этом плане, если вы думаете, что как-то через суд вы можете доказать, что государство не право и вы не должны делать эту прививку, помните, что даже когда вы дойдете до Европейского суда по правам человека, он примет отнюдь не вашу сторону. Итак, подведем итог. Обязательные профилактические прививки являются законными и конституционными. И более того, это соответствует международным практикам и тем европейским государствам, где права человека являются не пустым звуком, а превознесены на какой-то высший уровень. И даже в этих государствах считается нормальным применять обязательные профилактические прививки. Что касается второго вопроса, является ли дискриминацией внедрение обязательных прививок для лиц, работающих в определенных сферах, для госслужащих, для учителей? Здесь также мы можем обратиться к 12-й статье закона о защите населения от инфекционных заболеваний, и там мы увидим следующее. Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и или распространению инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против других соответствующих инфекционных болезней, устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения. Что мы здесь видим? Во-первых, государство закрепило за собой право устанавливать обязательные профилактические прививки для представителей отдельных профессий и видов деятельности. То есть, это законно. Второе. Государство указывает на то, что в случае, если эти лица не сделают такую прививку, их можно отстранять от работы. Соответственно, отстранение от работы в случае, если вы не сделали прививку, тоже является законным. И третье. Обратите внимание, что здесь указывается на тот факт, что вот эти дополнительные прививки, которые обязательны не для всех, устанавливаются не законом, а Министерством здравоохранения. А это значит, что тот приказ МОЗ, который действует на сегодняшний день в Украине, тоже соответствует закону, и его нужно выполнять. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что данная статья последний раз менялась в 2012 году. То есть, это не тот закон, который сделали специально под пандемию. Этот закон работает у нас уже много и много лет. Поэтому давайте не думать, что здесь какой-то там вселенский заговор. Что же касается того, дискриминация это либо не дискриминация? Друзья, это абсолютно никакая не дискриминация. Да, безусловно, это дополнительное ограничение прав. Но это абсолютно норма, если мы посмотрим в целом на законодательство. Нормой является то, что для определенных категорий людей мы устанавливаем либо дополнительные ограничения, либо наоборот дополнительные права. Ну, никто же из нас в здравом уме не скажет, что то, что мы запрещаем там, например, беременной женщине, либо несовершеннолетним людям работать на тяжелых работах, это ограничение их прав. Нет, мы здравомыслим и мы понимаем, что такой запрет в интересах этих же людей. Более того, почему учителя, которые там сейчас очень часто кричат о том, что здесь дискриминация происходит, почему же они не кричат о том, что дискриминация происходит тогда, когда им устанавливается, например, 6-часовой рабочий день. Да, вы работаете 8 часов, а учителя рабочий день составляет 6 часов. И никто не кричит, что здесь, ой-ой-ой, какая-то дискриминация, давайте отменим этот 6-часовой рабочий день и начнем работать 8 часов. И я этого не кричу, я параллельно являюсь преподавателем и я очень не хочу увеличения рабочего дня. Друзья, это абсолютно нормальная ситуация и никакой дискриминации здесь нет. И опять же, те, кто думают, что смогут пойти в суд и доказать, что это дискриминация, друзья, даже не нужно этого пытаться, потому что вы потратите время, деньги, силы, а на самом деле итог вашего спора, итог вашего судебного разбирательства известен заранее. Вы не получите положительного результата, потому что здесь все достаточно законно, все соответствует закону и соответствует Конституции и не является дискриминацией. И обратите внимание, что я в этом видео не пытаюсь вас призывать там идти вакцинироваться, либо наоборот не ходить вакцинироваться. Я лишь акцентирую ваше внимание на том, что на сегодняшний день законодательство Украины, Конституция Украины, международные практики позволяют государству обязывать нас вакцинироваться. И когда государство это сделает, когда оно возложит на нас обязанность вакцинироваться, по сути мы должны это делать. И безусловно я здесь говорю о тех случаях, когда прививка не противопоказана вам по состоянию здоровья. В тех случаях, обратите на это внимание, государство уже не обязывает вас делать эту прививку. На этом все, желаю вам не болеть, пока!